Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Пили из рек, спали на вокзалах. Бездомные жители Казани прошли почти 3000 километров пешком ради спасения маленькой жительницы Барнаула. Коллективный иммунитет падает, больных ковидом все больше. Планируют ли в Алтайском крае вводить обязательный масочный режим? Мы третий, но с конца. Алтайский край попал в список самых бедных регионов страны. Алтайский край попал в хвост рейтинга регионов по зарплате. По данным официального исследования агентства Реорейтинг, за 2021-2022 годы наш регион по уровню вознаграждения работников занял 82-ю позицию. Это третье место с конца. Доля сотрудников зарплаты выше средней в Алтайском крае составляет всего 11,5%. Это несколько выше, чем в той же Ивановской области, которая занимает последняя, 85-я, но всего на три строчки. А вот безусловный лидер по уровню трудового вознаграждения – Ямало-Ненецкий автономный округ. Там выше средней зарплаты в регионе получают более 70% работников. Затем идут чукотские и хантамансийские округа. В десятку лидеров вошли также Москва и Санкт-Петербург. Пока в Алтайском крае не планируют вводить обязательный масочный режим. Роспотребнадзор лишь рекомендует носить маски. При этом медики тоже рекомендуют, но уже настоятельно, ставить прививки от ковида и гриппа. К слову, от гриппа уже привито 2000 жителей края, хотя вакцина прибыла в регион лишь 15 августа. Подробности в сюжете. Впервые за несколько месяцев все присутствующие на пресс-конференции в масках, хотя носить их лишь рекомендовано. Но данные статистики говорят о росте больных ковидом, положительных за сутки 325. Правда, речи о введении обязательного масочного режима в крае не идет. Мы надеемся на сознательность человека. В первую очередь это прививки, которые каждый человек должен для себя понимать. Поставил. Иммунитет достаточно защищает. К слову, коллективный иммунитет жителей региона падает. Сейчас он составляет 12%. Еще месяц назад был 20. Люди прививаются, лишь когда понимают, что больных вокруг становится больше. Медики настаивают, лучше делать это не в пик заболеваемости. Тем более сейчас можно привиться от ковида и от гриппа одновременно. Главное, чтобы препараты вводились в разные места. К тому же противогриппозные вакцины поступили в регион. Вакцина «Сови Грипп» для взрослого населения и вакцина, которая сегодня идет четырехвалентная, «Ультрикс Квадри» для детей, для взрослого населения, которая применяется для групп риска с какими-то хроническими заболеваниями. И это, наверное, тот самый случай, когда прививка одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Прививка безопасная, несущая к себе высокую эффективность. Противопоказания для детей и взрослых – непереносимость куриного белка, но и после болезни, должно пройти минимум две недели. Привиться от гриппа можно во всех поликлиниках региона, записаться на госуслугах или непосредственно в самой поликлинике. «Сейчас мы приглашаем активно на вакцинацию против гриппа тех пациентов, которые имеют несколько заболеваний, потому что волна не началась еще раз, но мы стоим на пороге повышения». И да, грипп ждут, хотя прошлые годы он был практически вытеснен ковидом. Первый транш вакцины уже вовсю используют. Второй – порядка 70% – придет в регион в конце сентября или в начале октября. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Денис Толком. Волонтеры из Казани решили помочь маленькой девочке из Барнаула и прошли почти 3000 километров. Своим походом, на который ушло 60 дней, активисты решили привлечь внимание жителей страны к болезни 4-летней Маши Яценко. Наша съемочная группа встретилась с волонтерами, узнала интересные подробности этой истории. Они провели 60 дней в пути, и все ради спасения 4-летней девочки из Барнаула. Марат и Рушан узнали историю Маруси Яценко, которая больна редким заболеванием – спинальной мышечной атрофии. Без лечения дети с таким диагнозом угасают на глазах. Спасти Машу может самое дорогое лекарство в мире – Залгенсма. Марат и Рушан решили помочь в сборе денег. Мужчины решили пройти почти 3000 километров пешком. От Казани до Барнаула привлекая внимание людей к проблеме Маруси. Я его и не понял сначала о сумме, какая сумма. Я подумал, 21 миллион – это ладно собрать. Но когда он еще сказал, как 120 миллионов, я совсем чуть не присел. Говорит, пойдешь со мной? Конечно, пойду. Что такого? Символично, что у самих мужчин вообще нет денег. И даже дома. Марат и Рушан живут на вокзале. Сегодня два человека без определенного места жительства стали узнаваемыми в соцсетях. В некоторых городах волонтеров уже ждали места в хостелах, где можно было помыться и поесть, потому что с этим были проблемы. С пропитанием было сложновато, так как от кафе до кафе там были промежутки большие, а деревня находится вдали от трассы. Мы два дня шли без воды, без еды. И приходилось пить прямо с речушек, где находилась живность. В итоге Марат и Рушан встретили с журналистами в нескольких городах. Путь был такой – Казань, Набережные Челны, Уфа, Белорецк, Магнитогорск, Миас, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Беркс, Новоалтайск и, наконец, Барнаул. Большую часть пути волонтеры прошли пешком. Остановить машину двоем – это сложновато. Если рассматривать дальнобойщиков, то они двоих никак не могут подвезти. А частные машины, которые едут, многие боятся останавливаться на трассе. И поэтому ждать, когда кто-то нам остановит, у нас не было такого. Да и ждать времени нет. Препарат нужно ввести как можно быстрее. На сегодняшний день собрано около 73 миллионов рублей. Осталось еще 48 миллионов. Волонтеры уже встретились с семьей Маши. И пока сбор не будет закрыт, они не собираются покидать Барнаул. Сейчас на данный момент у меня нет планов, что я буду делать, когда приду в Казань. Но я точно знаю, что некоторые вопросы нужно будет закрыть и решить, как мне быть дальше. Мы поменялись совсем как-то. Раньше глава о другом забита была, а сейчас совсем о другом. Передавать данные со счетчиков воды можно автоматически, то есть без непосредственного участия людей. Но пока такая возможность есть у одного человека – молодого ученого Алтайского технического университета. Он разработал специальный прибор, который способен облегчить жизнь потребителей коммунальных услуг. Единожды установив техническое устройство, можно забыть о ежемесячной подаче показаний. Подробнее в сюжете Дмитрия Дроздова. В школе Александр любил два самых сложных предмета – физику и математику. Дома вместе с отцом создавал разные мини-устройства, а в 10 лет собрал свою первую электронную плату. А сегодня новоиспеченный бакалавр Краевого политеха – автор автоматического блока питания для приборов учета воды. Началось все с выбора метода получения энергии. Был выбран эффект Зейбика, потому что он наиболее прост в изготовлении и надежен. Также была разработана печатная плата, на которой уместились контроллер заряда и повышающий преобразователь. Иными словами, в отличие от большинства других приборов для передачи данных воды, которые заряжаются от батареек или розетки, этот работает от специального аккумулятора и автоматически собирает и передает данные. Плюсы – не надо будет каждый месяц передавать показания в ручном формате, и в целом можно будет забыть про счетчики воды. Автор разработки протестировал ее технически, работает исправно. Но впереди контрольная проверка на возможные недочеты и их устранение. Когда все будет доработано, прибор планируют отдать в массовое производство. Если найдется, конечно, потенциальный инвестор. Автор ноу-хау на это очень надеется. Говорит, у многих будет возможность забыть об одной из своих забот. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. В Алтайском крае сегодня с размахом отметили День государственного флага. Торжественные мероприятия прошли во всех районах края. Так, в Табунском, Целинном и Каменском организовали тематические выставки, концерты и даже велопрогулки, посвященные российскому символу. В Барнауле же флаг сегодня развеялся над набережной, промчался на автоколоннах и украсил улицы краевой столицы. Но все ли горожане вообще понимают значение триколора? Об этом в сюжете Марии Мацаевой. В России отмечают День государственного флага. Этот год стал юбилейным. 30 лет со дня признания государственного символа. И сегодня в Барнауле на набережной Аби прошло торжественное поднятие флага. Под звуки гимна и удары барабанов. Так началось народное празднование в честь главного символа страны. Повсюду мелькают цвета триколора, а на добью теперь возвышается стяг. Сегодня очень важный праздник для России. Это День государственного флага. Государственный флаг – это символ, история. Юбилейному дню флага придали особый размах. Масштабно и под музыку по городу проехала колонна из 15 автомобилей, пронося полотна по ветру. А вечерняя программа пройдет в парке Центральном. Там гостей ожидают тематические концерты, флешмоб-шествия и мастер-классы. Горожане праздники любят и флаг почитают. Но знают ли они значение триколора? А вы знали, что 22 августа традиционно проводится этот праздник? Нет. Но может быть знаете, что означает цвета нашего флага? Белый, синий, красный. Какое ли это значение? Если честно, не помню. Давно это было. Красный может быть героизм, что-нибудь такое. Белая справедливость, верность своей стране. Синий, доброта. Триколор символизирует государственное устройство в России. То есть верхняя полоска белая символизирует небо, что как бы Бог присматривает за всем дальнейшим устройством. Затем синяя – это цвет государства. То есть, ну как синие мундиры у прокуратуры. Ну вообще синий цвет, он государственный цвет. Ну и красный цвет плоти. Свобода, во-первых. Синий, не знаю, красный, что-то с кровью связано. Синий – вроде бы небо, красный – это кровь. А белый – это свобода, по-моему. Да, мне тоже кажется, свобода. Ну, молодцы. Ну а может быть знаете, кто его придумал? Как лакнуешь? Со школы сколи, может быть? Серьезно? Учебников по истории. Учебники по истории. Такого не говорили. Но скоро ситуация изменится. С сентября главному государственному символу будет уделяться особое внимание. Его станут поднимать каждый понедельник и в каждой школе. О нем будут рассказывать и на патриотических уроках. Возможно, тогда большинство запомнит, что российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Его законным отцом признан Петр I. И при его правлении красный цвет означал державность, синий – цвет Богоматери, под покровительством которой находилась Россия, а белый – цвет свободы и независимости. Однако в наше время официальное значение триколора нигде не закреплено. Поэтому каждый выбирает сам, с чем ассоциировать цвета своей страны. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком. 230 участников собрал флешмоб, который накануне организовали на Барнаульской набережной. Студенты, депутаты городской думы и молодые активисты «Единой России». Таким образом, партийцы решили отметить день российского флага. Подробнее в сюжете. Чтобы собрать российский триколор, всем участникам выдали таблички. С одной стороны с сине-бело-красными цветами флага, с другой – с партийным логотипом. Задача проста – под музыку Дениса Майданова поднять таблички вверх и запустить волну. Но сначала репетиция. Гуляющие по набережной с интересом наблюдали за происходящим. Многие с удовольствием присоединялись к акции. Барнаульцы очень сильно соскучились по масштабным патриотическим мероприятиям за два года, которые вызвала пандемия. И сегодня барнаульцы активно выходят и участвуют в нашем флэшмобе. Проходили с друзьями по Нагорному парку, увидели, что проходят мероприятия. Решили поинтересоваться, что за вообще мероприятие. Узнали, что это флэшмоб, посвящен российскому флагу. Естественно, приняли решение поучаствовать. Если партия будет проводить такие мероприятия почаще, это намного улучшит и настроение граждан, и патриотическое настроение. Конечно, масштабнее всего флэшмоб выглядел с высоты птичьего полета. После небольшой репетиции участникам удалось бело-сине-красная волна. По итогу акции будет выпущен музыкальный видеоролик, где каждый сможет полюбоваться результатами своего участия. Татьяна Голубева, день с толком. 85 миллионов рублей получит Заринск на создание парка. Проект благоустройства Заринска победил в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Результаты конкурса накануне объявили в Тамбове. Площадь общественной территории, на которой планируется создание парка, почти 5 гектаров. По задумке в парке будут установлены различные площадки от детских горок до спортивных тренажеров. Также на территории появится сцена с амфитеатром, арт-объекты, кафе, территория для выгула собак и не только. Реализовать проект должны за 2023 год. Более 600 детей и подростков из десятка разных стран приняли участие в международной летней смене в Алтайском крае. Она прошла в детском лагере Егоревского района. Подробнее в сюжете Валентина Аскеровой. Языковой барьер для них не помеха. Сотни молодых активистов, вожатых из России, Таджикистана, Пакистана и далекой Замбии. Сегодня они общаются на одном языке. Языке культура, обогащая друг друга во время международной образовательной смены. Я думаю, что атмосфера здесь очень крутая. Дети действительно веселятся, развлекая себя. И есть действительно ощущение сентиментальности, которое мне здесь нравится. Есть ощущение сплоченности. Я даже не могу объяснить. Это действительно здорово. Мероприятие уже давно стало традиционным. Главный идейный вдохновитель международной летней деревни Алтай – председатель общественного совета при Алтайском МВД Татьяна Величко. Летняя смена дает возможность не только находить новых друзей, но и помогает уберечь детей от неверных шагов в жизни. Здесь мы увидели профилактику ксенофобии и национализма. Когда мы видим, что как раз отличает нашу российскую национальную культуру от других. Это отсутствие национализма и как раз воспитание на очень серьезные прививки интернационального восприятия культуры, которые получили мы, которые нам дали наши родители. Участники общественного совета, эксперты Министерства внутренних дел рассказали о том, что их особенно тревожит в молодом поколении. Особую заботность министерства сегодня вызывает потенциальные проявления национализма, религиозного и политического экстремизма. А также такие явления, как кушутинг, колумбайн и вовлечение несовершеннолетних и молодежи в незаконный оборот наркотиков. Профилактическая и разъяснительная работа с детьми, родителями, педагогами. Во главе угла только так можно донести до ребенка, что нарушать закон себе дороже, отмечают участники общественного совета. Валентина Скирова. День с толком. Бакай забьет еще один гол. И этот же игрок уже во втором тайме увеличит счет. В протоколе забитых голов отметились также Завьялов и Осипов. Наконец-то мы победили. Поздравляю всех, Барнауцкий, болельщиков, что очень долго мы, скажем так, задолжали победу. Надеюсь, что эта победа, значит, вторая точка. Но по игре, несмотря на счет, конечно, очень сложная игра. Сложный матч пройдет уже в эту субботу. Белоголубые сразятся на нашем поле с командой из Новосибирска. Пожелаем Динамо удачи. Толк вошел в топ-25 сайтов региональных телеканалов по количеству посещений за июль этого года. Рейтинг опубликован в телеграм-канале Нью Медиа. Всего были рассмотрены более 400 телеканалов. В тройке лидеров сайт канала Москва-24. За прошедший месяц они набрали более 11 миллионов просмотров. Далее – медиахолдинг АСТВ из Южно-Сахалинска. Почти 5,5 миллионов посещений. И канал 360 – почти 4 миллиона. Наш сайт занял 12-ю строчку из 25 с отличным результатом. 869 тысяч посещений за июль. За что мы благодарны нашим телезрителям. Продолжайте нас смотреть на 22-й кнопки в соцсетях. Сообщайте о том, что вас волнует. Напоминаю, телефон нашей редакции – 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода и ждать ли нам еще тепла. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok